Камера, мотор. Сюжет этой съемки всегда один и тот же ситуация на дорогах курорта. А вот главные герои, водители, которые паркуются там, где им заблагорассудятся, постоянно меняются. В патрульных машинах ДПС установили комплексы автоматической фиксации нарушений правил стоянки. Такая мобильная система называется Паркон. Специальная камера распознает знак, запрещающий парковку, и фиксирует номера машин, нарушивших правила дорожного движения. Отснятые кадры в режиме онлайн отправляются в базу Краснодарской госавтоинспекции. Там их обрабатывают и спустя несколько дней присылают нарушителям штрафы по почте. Заплатить придется полторы тысячи рублей, но если номер машины, нарушившей правила парковки, попадет в объектив камеры видеоинспектора в один и тот же день, только на разных улицах, то владелец автомобиля получит сразу несколько так называемых писем счастья. Количество штрафов за нарушение правил парковки, говорят сотрудники ГАИ, не ограничено. Фиксация нарушений требований знака 327, остановка и стоянка запрещена. Производится в автоматическом режиме. Госавтоинспекция предупреждает о недопустимости данных нарушений и соблюдении правил дорожного движения на улице города Сочи. С помощью паркона дорожные инспекторы уже больше года патрулируют улицы крупных городов России. Первыми их начали применять сотрудники московского ГАИ. Кстати, штрафы в столице за неправильную парковку в два раза выше, чем в Сочи – 3000 рублей. Но и эти жесткие меры недостаточно действенны. Так, например, буквально на днях на интернет-сайте motor.ru со ссылкой на Интерфакс появилась любопытная информация. Московский водитель за полгода получил около 300 штрафов за неправильную парковку. Но автовладелец не уклоняется от оплаты. А вот некоторые водители во избежание штрафов пытаются всячески скрыть свои номера, к примеру, испачкать грязью или заклеить одну из цифр. Но, как говорят сотрудники ДПС, с такими камерами эти номера не проходят. Система практически безошибочно во всех случаях распознаёт госномер. В комплекте есть прожектор. Ночью или в непогоду все цифры будут идентифицированы. Бросая машины с нарушением правил дорожного движения, видят в определённой степени безнаказанность. В данном случае этой безнаказанности быть не должно. И для этого администрация принимает меры как раз по оказанию содействия сотрудникам полиции. Эвакуаторы в Сочи сейчас работают в усиленном режиме. Машины-нарушители увозят на штрафстоянку, которых, кстати, в городе становится всё больше. Например, недавно ещё одна открылась в районе аэропорта. Инспекторы говорят, с помощью паркона поиск нарушителей станет проще и эффективнее.